Состояние плитки. Первое, на что обратил внимание подрядчик. Хотя она и сделана из натуральных материалов, прослужила 30 лет. В некоторых местах начала оседать. Отремонтировать ее невозможно, поэтому было принято решение заменить, рассказывает руководитель подрядной организации Алексей Лебедев. В рамках работ по благоустройству с территории сквера убрали неработающий фонтан. Его место займут новогодние деревья. В рамках концепции «Рязань новогодняя столица» будут высажены две елки новогодних, которые будут центром сбора массовых мероприятий. В сквере планируется посадить 20 кленов, сделать живую изгородь. Для удобства посетителей установят новые лавочки. Кроме того, в сквере будет светло, здесь сделают освещение. Сейчас ведутся работы как раз по прокладке кабельных линий. Будет восстановлено освещение, достаточно светло будет, красиво. А я зеленение, посев трав, уже погода как бы такая нелетняя, так скажем. Но мы укрываем с того части парка, там видно, то есть мы укрываем пленкой, чтобы трава дала хороший прирост. Работой не затронут памятник Михаилу Скобелеву. Напомню, он был открыт в 1995 году в рамках празднования 900-летия Рязани. Ожидается, что благоустройство сквера, который носит имя нашего земляка и талантливого военачальника, завершится к 1 ноября.